Наших мужчин отправили якобы держать оборону на флангах, при этом не имея техники для эвакуации, не имея должного боекомплекта и элементарно взаимосвязи с артиллерией и разведкой. В итоге наши ребята попали под шквальный артиллерийский обстрел и понесли очень большие потери. У них не было возможности даже спасти раненых. Люди умирали из-за того, что их не на чем было вывозить. В России не хватает госпиталей. Раненые не то, что не успевают лечиться, их не успевают считать. А там, где хватает госпиталей, не хватает лекарств и докторов. Какие еще нужны доказательства потерь? Почему Россия скрывает эти цифры? И почему в большой федерации могут закончиться доктора? Давайте разберемся. В этом видео будет мало картинок, потому что такие картинки не позволяет показывать YouTube. Всплеск количества раненых в российских прифронтовых госпиталях наблюдался во время Бахмутской операции. Сейчас, как пишет британская разведка, их стало еще больше. Но как их посчитать? Да и зачем? Им же не надо отправлять оцинкованную ладу или не надо сообщать родным вообще? А в госпитале как-то потеряется, да или сам разберется. Тут еще один важный момент. Авторы расследования в The Insider пишут, что активизация пропаганды и рекламы военной службы в России совпадают с увеличением количества потерь. Мы видели мясные штурмы, я в них участвовал, Юрий тоже участвовал как ночмед. Что это такое? Это когда 40-50 человек собранных идут на превосходящие силы противника, закопанные в землю по полю метров 600. И мы понесли тяжелые потери. Это очень было все больно на это смотреть. В этих местных штурмах погибают люди, командующие этим штурмом сидит и в радионяню говорит вперед, 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 вперед. Издание Insider пишет о четырех уровнях российских госпиталей в зависимости от тяжести ранения или от статуса раненого. Но с течением времени вся эта градация как-то стерлась, теперь просто никуда не попасть. И вырисовывается странная зависимость. Ранения огнестрельные, в том числе и головы, которые требуют очень серьезной помощи нейрохирургов и такого рода ранения боевые, они совпадают с увеличением агитации на прием на контрактную службу. Вот начался Бахмут, потом началось украинское контрнаступление, активно идет агитация на контрактную службу. И вот параллельно с ней буквально можно провести сопоставление по графикам, да, чем больше Россия зовет на войну, видимо, тем хуже ситуация на фронте, тем больше раненых попадает в полевые лагеря. Ну, а госпиталя, извини. В России тоже работают волонтеры, они пытаются что-то собирать на армию. Доктора говорят, что многие лекарства, которые привозятся волонтерами, уходят в тот же момент. Да и отношения к волонтерской помощи разные. Если в Украине само государство благодарит их за их работу, то в России же нельзя показывать, что государство с чем-то не справляется. Если Кремль призывает россиян идти на войну, он должен организовать картинку, якобы все оплачено, начиная от заработной платы, заканчивая социальным обеспечением, льготами. И в случае смерти во время военных действий, конечно же, выплат компенсации семьям погибших. На практике же оказывается, что и денег не хватает покрыть всех, и даже финансирование такой структуры, как ЧВК «Вагнер», влетает в страшное бремя для российского федерального бюджета. Но эта ситуация помогает таким вот журналистам, расследователям, исследователям и прочим посчитать количество раненых хотя бы примерно. Ведь российские волонтеры создают чатики, скидывают фотки солдат и пишут сколько чего надо на конкретного солдата. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому, что у них выхода нет, боеприпасов нет, управления нет. При этом врачи отмечают довольно низкий уровень подготовки самих солдат и медиков на передовой. Неправильно обрабатываются раны, неправильно оказывается первая помощь. Так что это значительно увеличивает количество потерь. Там буквально перечислены те виды лекарств, которые требуются в самую первую очередь. И еще, конечно, видно очень, что когда началось украинское контрнаступление, и раненых стало столько, сколько их стало, очень много. Речь идет о тысяче, там, где еще иногда, наверное, идет, судя по чатам, можно предположить, что о тысяче или больше людей в день. На оккупированных территориях россияне переоборудуют все, что могут переоборудовать под госпитали. Детские сады, школы, пансионаты, все, что плохо лежит. И это отдается более масштабным эхом, ведь теперь врачей не хватает в регионах, особенно при фронтовых, потому что на передовой увеличивается количество полевых госпиталей. Сразу видно, россияне не были готовы к такому, и даже через год после начала открытого наступления не удается выстроить нормальную сеть. Да, в принципе, они готовились, они формировали полевые госпитали на определенное количество принимаемых ежесуточно раненых, но, опять-таки, эти объемы ограничены. У России нет достаточного количества современных высокотехнологичных полевых госпиталей, которые бы обеспечивали весь комплекс лечения всех типов раненых, поэтому часть из них приходится эвакуировать в лечебные учреждения городского типа. Кроме того, уровень полевой медицины у российской армии все же в значительной степени отстает от уровня полевой медицины, ну, например, страна. Да, любое наступление подразумевает подтягивание полевых госпиталей к передовой, и одним из признаков готовящегося вторжения 24 февраля было развертывание именно таких полевых лечебниц. Но по сообщениям российских же региональных медиа можно сделать вывод, что этих мер не хватает. Очевидно, что они хотели в самом начале просто подавить военной техникой, подавить колоннами, которые маршировали прямо на Киев. Мы помним вот эти вскрытые гаражи с парадной формой для российских военнослужащих под Киевом. На самом деле никто не ожидал настолько долгоиграющую войну. Но опять-таки это просчет в фундаменте планирования данной кампании, поскольку россияне надеялись на то, что украинцы будут против украинской власти и будут сотрудничать с оккупантом и возрадуются такому приходу. Но произошло все наоборот, диаметрально, и поэтому наоборот украинское общество сплотилось как никогда и продолжает показывать такую сплоченность после полутора лет страшной, просто убийственной войны. А что важнее для нашей победы? Увеличение количества русских раненых или увеличение количества ликвидированных военных? Мне кажется, именно раненых, потому что это дополнительная социальная нагрузка, финансовая, раненого с поля боя нужно еще унести. То есть еще минус несколько рук и так далее. Не говоря уже о демотивации как личного состава, так и гражданских. Да, на первый взгляд может показаться, что количество раненых, оно в определенном смысле имеет большую нагрузку, но количество легких ранений всегда больше, чем количество тяжелых ранений с последующей инвалидностью. Поэтому легко раненый достаточно быстро, в короткие сроки может вернуться опять-таки в зону боевых действий. В то время, когда нагрузка есть определенная у людей с инвалидностью, но выплаты в зависимости от тяжести ранения осуществляются в пределах от миллиона до трех миллионов рублей. В свою очередь выплаты за ликвидированного, за двухсотанного оккупанта стартуют от семи миллионов в зависимости от его звания. То есть генерал, если я не ошибаюсь, там что-то вообще около 14 миллионов идет выплата. Поэтому единовременная нагрузка на бюджет посредством роста количества уничтоженных оккупантов, это тоже эффект, причем единовременный и очень быстрый. А в второе время, как с инвалидами, следует ожидать эффекта по мере выплат. То есть это перспектива средней и долгосрочная. Итак, российской армии не хватает всего, но их Минобороны тут, как и в других вопросах, хранит гробовое молчание. Никому ничего не рассказывает, ведь у них все хорошо. Просто чтобы не показывать, что они не справляются, просто чтобы не было вопросов, а куда поделась так много денег. Ну, кажется, тактика хорошая, идея отличная. Как идея подписаться на мой канал и на канал 24-го. Это важно, чтобы таких видео выходило больше. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok